Добрый день, уважаемые родители! Мы приветствуем вас в перспективной начальной школе для родителей. И сегодня первая встреча по тем вопросам, которые вы задавали. Мы их немножечко объединили и вот назвали сегодняшнюю встречу «Читаем без принуждения стихи, сказки и рассказы». Мы очень признательны вам за то, что вы интересуетесь вопросами чтения, потому что действительно чтение представляет собой средство освоения и поддержания интеллектуальных, духовных, мировоззренческих ценностей общества. И на сегодняшний день можно говорить о том, что вопросы чтения, проблемы читательской компетентности, они имеют огромную значимость. Потому что если мы посмотрим с вами на исследования, которые происходят в России, и вот то, что касается читательской компетентности, то отмечается снижение активности чтения. 34% мужчин читают, 35% женщин прочитывают одну книгу в месяц. Растет доля российских семей, которые не имеют дома книг. На сегодняшний день процент этих семей составляет 24%. Лишь 8% родителей читают своим детям слух. Мы с вами понимаем, что если ребенок к 12 годам не становится активным читателем, если он не читает дома в свободное время, не сформирована потребность в чтении, то этот пробел в полной мере он никогда не восполнит. Потому что подросток уже не будет читать детские книги, взрослых, не будет читать своим детям. И поэтому хотелось бы отметить, что для нас очень важно сформировать грамотного читателя. И вот что мы понимаем под грамотным читателем, я вот вывожу для вас на слайд и, ну вот, по вашим вопросам, которые вы задавали. Я думаю, что мы здесь с вами полностью согласны. И вы очень активно говорили нам о том, что необходимо детям читать классику, обращали внимание на отбор произведений. Действительно, классика для нас составляет вот тот кладезин нравственного воспитания, откуда мы с вами черпаем вот эти ценности. Но практика показывает, что если мы маленькому ребенку, только начинающему читать, дадим произведения по объему, по сложности, не по возрасту, то есть вот тот прямой путь, который вы хотели бы видеть в формировании читателя, опять же, исходя из тех писем, которые мы получили, он на практике не работает. И поэтому наши учебники чтения предлагают, ну, на первый взгляд, более такой сложный путь. Но самое главное, в чем мы с вами едины, а в том, что мы имеем вот эту единую цель воспитания читателя. Какой же путь, вот этот более сложный, мы вам предлагаем? Более простой путь, это тот путь, может быть, который мы с вами уже прошли, это когда нам предлагают, безусловно, хорошие, отобранные книги. И вот этот вот круг чтения отбирается. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Пришлин, Полстовский. И условно делится на какие-то классы. И вот мы говорим условно, вот в первом классе мы будем эти произведения читать, по второму, эти в третьем классе. Такие произведения, в четвертом, следующие произведения. А если у тебя не сформирована потребность, то здесь учитель будет на страже того, чтобы ты читал здесь родители. Здесь вот такое средство в виде кнута начинают использовать читательский дневник. Если мы посмотрим на нашу программу, то вы явно увидите определенные этапы в формировании читателя. И в первом классе, когда мы предлагаем ребенку для чтения фольклорные тексты, тексты небольшого объема, вот здесь еще раз хочу обратить ваше внимание, что действительно одним из первейших условий для того, чтобы дети с удовольствием читали, это отбор текстов. Но для нас, особенно в первом классе, не стоит вопрос классику или не классику брать. В первую очередь, для нас вопрос стоит в том, чтобы произведения, которые мы предлагаем детям, нашли эмоциональный у них отклик. То есть читать нужно обязательно в удовольствие. И посмотрите, я вот вам на слайде отмечаю, что в отборе произведений мы чем руководствуемся? Это произведения апробированные. То есть отбираем произведения для детей, мы непременно читали их реальным детям и смотрели на то, какую реакцию вызывают эти произведения у детей. То есть первое условие, что детям изначально должно быть интересно слушать, ну, конечно, читать произведения. Поэтому посмотрите, в отборе произведений мы обращались, ну, например, к главному библиотекарю Российской государственной детской библиотеки. И открыв учебники, допустим, того же третьего класса, вы можете увидеть вот это вот обращение. И что здесь важно, что мы ориентировались в первую очередь на детскую аудиторию. То есть читать интересно должно быть в первую очередь детям. Вот этот отклик найти именно у детей. Здесь, безусловно, будут произведения, которые с ярко выраженной положительной такой эмоцией. То есть необходимо, чтобы дети получали удовольствие от чтения. А трудности, трудности, они у них и без этого существуют. И для того, чтобы преодолеть вот эти технические трудности, мы предлагаем тексты в соответствии с возрастными особенностями. И очень жестко нормируем в первом-втором классе объем произведений. И вследствие этого вы видите, что наше произведение, которое мы предлагаем детям, они небольшие по объему. У них содержится большое количество повторов. Это опять психологическая такая возможность для ребенка будет решить свои трудности. Потому что когда он повторяющееся слово, фразу прочитывает, он получает вот эту психологическую поддержку, и второй раз, безусловно, прочитает лучше. Мы предлагаем детям первый-второй класс большое количество произведений стихотворной формы. Но опять же, мы понимаем, что у нас достаточно разные дети представляют по всей России первые-вторые классы. То есть и есть дети с трудностями выше среднего, да, то есть это слабочитающие дети. Есть, наоборот, группа детей, которые уже хорошо читают, может, с интересом читать. Поэтому у нас в комплекте, кроме учебника по чтению, есть тетради для самостоятельной работы, и там, опять же, отобраны тексты, и есть христоматии. Допустим, в том же первом классе мы предлагаем детям читать и уже и крупнообъемные произведения. Следующий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это на то, что очень важно создать вот этот вот мотив чтения. И давайте посмотрим на учебники. В наших учебниках, вы знаете, с первого по четвертый класс есть герои, и основные герои, это Маша и Миша, в первом-втором классе они у нас путешествуют в волшебном... попадают в волшебный лес и встречаются со сказочными героями. И что очень важно, что наши герои, и Маша, и Миша, и те герои, с которыми они встречаются, они, безусловно, читают и любят читать. Вот смотрите, в главе второго класса «В гостях у ёжка с медвежонком» под заголовок главы о любви, и когда Маша и Миша пришли и увидели библиотеку. То есть, посмотрите, опять очень важно каждому герою, дети во втором классе вместе с Машей и Мишей, когда приходят, у них есть библиотека. То есть, посмотрите, мы тем самым создаем некоторую такую развивающую читательскую среду и предлагаем действовать и вам, родителям, и в первую очередь детям и учителю, чтобы в классе была вот эта классная библиотечка, чтобы дома появилась полка с книгами. И вот Миша-то не очень как мальчику нравится читать о любви, и он выбирает. И вот смотрите, он говорит, вот эта книга точно не о любви, да, сказал Миша. На обложке нарисован корабль, в море написано «Лев Толстой», «Прыжок», «Акула». И ёжик поддерживает Мишу, он говорит, мы с удовольствием почитаем с вами эту книгу. То есть, посмотрите, какая здесь создаются среда и то, что мы хотели бы, чтобы вы поддержали. То, что ребёнок выбирает для своего чтения, то, что выбирает читать наши герои, обязательно, что поддерживать, да, то есть, вот это поддержка психологическая. Или посмотрите, листаем дальше, Маше и Мише пора было возвращаться на чтение. Смотрите, то есть, какие книги тебе понравились больше всего, какие картины, да, из музейного дома понравились тебе больше всего. То есть, вот эти моменты, они, безусловно, важные. И следующий момент, вот, кроме создания этой ситуации интереса к чтению, да, то есть, когда мы моделируем поведение читателей с разными возможностями и интересами, мы формируем вместе с тем и саму установку на чтение. То есть, постепенно ребёнок понимает, что чтение представляет собой процесс не только вот декодирования, да, то есть, вот эти буквы, значки мы сливаем в слова, то есть, слова и дальше там предложения. Но и сам процесс чтения – это понимание, постижение этого текста. Но вот, чтобы создать, опять же, эту игровую ещё ситуацию, потому что ребёнок ещё очень маленький, мы это выводим, как разгадываем секреты и тайны произведений. То есть, вот, на этом игровом фоне мы ведём ребёнка, и в том, как мы ведём ребёнка, четвёртый класс – это уже та ступень, на которой мы, ну, в какой-то степени обобщаем. Вообще, можно разделить вот этот процесс обучения чтению и вот за своим ребёнком понаблюдать, ну, по крайней мере, на два этапа. То есть, первый, второй класс – это становление. Я ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что в первом, втором классе большим предметом вашей заботы должен быть интерес, формирование интереса к чтению, мотивация к чтению. То есть, она, безусловно, должна быть положительной. И нежели чем навык чтения. То есть, вот это, когда вы дома начинаете измерять скорость чтения, и ребёнок пытается прочитать текст в темпе скороговорки, и задача понимания текста у него уходит на второй план. То есть, читаем для чего? Читаем, потому что интересно, и читаем для того, чтобы извлечь какую-то информацию. Вот я вам предлагаю с тем, чтобы мы говорили о секретах, о каких-то тайнах произведений. Поэтому, читаем вместе с ребёнком, проверяем у него домашнее задание, уместнее не просить пересказать, прочитая, расскажи, о чём ты прочитал, а именно вот разворачивать вопрос, а что тебе было интересно. Этот текст содержит ли какие-то секреты, тайны в тексте. То есть, что мы делаем? Увлекаем ребёнка, вводим ребёнка в мир литературы. А вот начиная где-то с третьего класса, можно наблюдать, как дети начинают вот в этом интересе, в своих умениях работать с текстом, разделяться. То есть, и вот уже в третьем-четвёртом классе можно будет выделять, можно будет увидеть в классе детей, которые увлечены чтением, которые много читают. И именно это тот период, когда эти дети начинают отрываться от основной части класса. То есть, вы можете посмотреть, является ли таким ребёнком ваш ребёнок. То есть, это будет та ситуация, когда он заранее прочитывает произведение, может прочитать ту или иную часть учебника намного раньше, нежели чем эти произведения будут читаться в классе. Ему интересно открывать хрестоматию. Это ребёнок, который ходит в библиотеку. Это ребёнок, который просит вас купить какие-то книги. И, то есть, вот я показала как бы верхнюю, да, такую границу, а если мы посмотрим, то есть, как будут выглядеть дети с вставанием, это будут те дети, которые, ну, как условно, как родители вы любите говорить, читают из-под палки и уклоняются от чтения. То есть, середнячки, они будут читать по необходимости. И тогда, что вы понимаете? Пока в классе, в процессе обучения даются какие-то задания по чтению, они будут читать, но по собственному, да, велению. То есть, собственно, потребности к чтению у них не складываются. С тем, чтобы развивать вот эту самостоятельность в чтении, очень важно ещё нам с вами будет обратить внимание на то, что кроме, собственно, навыка чтения, очень важны будут умения, которые, собственно, связаны с работой с текстом. И, ну, вот я их условно выделяю, что это будут задания, нацеленные на перечитывание по разным содержательным основаниям, то есть, читая тексты, то есть, мы будем к этому тексту обращаться неоднократно, да, то есть, вот именно, меняя целевые установки, например, мы читаем с детьми стихотворение Пушкина, «Уж небо осенью дышало», да, «Уж и же солнышко блистало». И мы обращаем внимание детей, определились, что стихотворение об осени, а картины осени радуют поэта или нет, да, то есть, что нужно будет? Нужно будет перечитать, найти строчки, слова, которые показывают, что грустит Пушкин, рисуя нам картины осени. Ну, почему? С печальным шумом обнажалось, да, то есть, приближалась довольно скучная пора. Или посмотрите в самом начале, да, «Уж реже солнышко блистало», вот это «Уж реже», реже по сравнению с чем? По сравнению с летом. И когда мы видим вот эти две картинки, лето и осень, то мы понимаем, что осень для нас более грустное в этом отношении время годного, потому что солнышко меньше и так далее, и так далее. То есть, что я делаю с помощью вопросов, да, даю возможность ребенку перечитать текст, а когда он перечитывает текст, вот это многократное чтение, а потом мы попросим, мы только видим картины осени, или поэт нам создает еще и образы, которые мы можем услышать, да, то есть, и дети еще раз возвращаются к тексту, да, то есть, что они обнаружили? Гусей крикливых караван, да, то есть, мы слышим, или там с печальным шумом, шум, это тоже то, что мы с вами можем услышать, и так далее, и так далее. То есть, следующий вопрос, а Пушкин нам рисует одну картину или несколько? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, снова нужно обратиться к тексту. Дети чаще всего говорят несколько. Вот небо, вот лес, вот на небе гуси летят. А давайте посмотрим на знаки препинания. В первой отрывке, на которой мы сейчас с вами сосредоточились, стоит одна точка. А что означает одна точка? Одно предложение. Одно предложение. Они говорят, одна мысль, значит, одна картина. И так далее, и так далее. То есть, смотрите, поэтому, когда вы говорите о том, что вот мы в первом, втором классе предлагаем небольшой по объему текст и большое количество вопросов, так это как раз те вопросы, которые будут развивать у ребенка вот эту умение. то есть, мы даем опыт читательской деятельности. Приобретая этот опыт, да, читательской деятельности, то есть, он научается работать с текстом, ну, скажем так, по определенным правилам. И в дальнейшем он эти правила игры будет переносить уже на тексты, которые читает самостоятельно. И еще одна возможность есть у вас, когда вы работаете с нашим комплектом. Это создать вокруг ребенка читательскую среду. Вашему ребенку трудно читать печатный текст, но иногда ему легче, если это на каком-то электронном устройстве. Ну, просто папа сидит в планшете, да, то есть, у мамы есть ноутбук, и я могу читать, да, то есть, у нас есть электронная форма и учебника, и тетради, и хрестоматии, да. У нас есть интерактивное пособие по литературному чтению, о нем мы говорили в декабре на родительском собрании, то есть, когда есть специальные пиктограммы, которые позволяют быстро уйти в словарь, которые позволяют обратиться к засправочной информации в учебник «Окружающий мир». Если мы рассматриваем репродукцию картины, увеличить, использовать рамку, промаркировать текст, то есть, выделить в нем какие-то ключевые слова. И для удобства, опять же, ребенка вашего, у нас есть книги для летнего чтения, которые тоже в электронном виде. Ну, вот первая часть, которая посвящена ответам на вопросы, которые мы получили от вас, подходит к концу, и я готова отвечать на вопросы, которые появились у нас в чате. Если у вас по ходу возникает вопрос, то вы их тоже можете публиковать в чате. Все мое внимание на чат. Вопросы. Ну вот, задают, например, вопрос, скажите, пожалуйста, зачем рядом с привычными произведениями во втором классе даются японские хоку? Ну, вот этот вопрос, который любят задавать не только, наверное, родители. Ну, вот я работаю с учителями. Учителя достаточно часто, потому что это тот жанр, который для них. Ну, хочу сразу сказать, что если у вас есть, ну, какие-то опасения по поводу вот этих японских трёх стишей, то про детей я вам сразу скажу, что они пользуются огромной популярностью у детей, и дети хотят читать и сами сочиняют хоку. Но давайте ответим на вопрос, то есть, зачем мы это делаем? Ну, в первую очередь, давайте ещё раз вспомним, что хоку мы даём во втором классе, то есть они у нас появляются, и второклассник, это, ну, если брать в среднем, да, то есть вот на ребятишек посмотреть, то это ещё дети, которые испытывают ну, достаточные трудности в чтении. И поэтому нам нужны произведения, которые будут, ну, природосообразны ребёнку. То есть ребёнок маленький, да, и произведение по объёму должно быть ещё небольшим. Вот здесь вот оно прям маленькое, да, всего три строчки. И вместе с тем оно небольшое по объёму, а смысл, заложенный в этом стихотворении, он чрезвычайно ёмкий. То есть в хоку японские поэты, они выражают свой восторг, то есть они по относительно красоты окружающего мира, то есть они любуются снегом, клёном, цветением вишни, и мы учимся с детьми наблюдать и тоже, что постигать красоту. Красоту в простом. И очень такой ёмкий и нравственный смысл. То есть воспитательное значение этих произведений как раз будет состоять в том, что если мы научимся видеть, ценить красоту природы, причём красоту природы в простом, то мы с вами станем более счастливыми людьми, более богатыми людьми. То есть вот то, как мы рассуждаем во втором главе, когда мы идём в гости к гостеприимному барсуку, родственник которого родом из Японии, то есть мы изначально говорим, что это богатый герой. Чем он богатый? Дети, когда пришли к нему в гости, они осматривают, а само жилище не очень богато. То есть мы начинаем говорить о вот этом нравственном, внутреннем, духовном богатстве. Поэтому, вот смотрите, на небольшом произведении мы решаем ряд задач, огромных вот в постижении текста. И приобретая вот эту практику, опыт, определенную такую вот стратегию работы с текстом стихотворным, мы затем уже более смело можем давать детям более сложные произведения Пушкина, Лермонтова, то есть вот наших классиков, то есть то, что составляет наше всё. Ещё один вопрос. В учебниках много неизвестных произведений. И вот называется автор. Саша Чёрного, Михаила Ясиновского, юный Морицы и других. Зачем их изучать? Ребёнок всё-таки должен в первую очередь обучаться и воспитываться на детской литературе. То, что мы с вами хотим, чтобы он читал классиков, он должен в какой-то степени дорасти до них. Мы в первую очередь предлагаем ребёнку, ну вот снова скажу, и небольшие произведения по объёму, и с другой стороны, те произведения, которые находят у него живейший отклик. А наиболее доступная эстетическая реакция на текст, эмоция на текст в возрасте 6, 7, 8 лет, это смех, да, то есть это юмор. Поэтому вот всех авторов, которые вы назвали, Саша Чёрного, Михаил Ясиновский, юный Морец, это писатели, которые создавали для детей произведения. Между прочим, это наша классика. То есть это не классика, конечно, 19 века, но это классика детской литературы. И именно с позиции того, что детям интересно, интересно работать с этими текстами, мы их и предлагаем. То есть они находят моментальный отклик. Ну вот спасибо, что тут пишут, что дети с удовольствием читают хокку, ну вот в поддержку, что действительно детям очень нравится. Идём дальше. Какие приёмы работы с текстом вы рекомендуете использовать со слабочитающими детьми второй полугодия, а ребёнок читает по слогам, и не сразу понимает прочитанное, приходится повторять. Ну вот ещё раз обращаю ваше внимание, что такому ребёнку, безусловно, в первую очередь нужно предлагать тексты большого объёма и тексты с повторами. То есть что мы делаем? То есть если мы с вами откроем учебники первого класса, они наполнены у нас с фольклорными текстами, а одна из особенностей фольклора – это повтор. Мы с тем, чтобы обратить внимание ребёнка на этот литературный приём, маркируем, вот, то есть выделяем цветом. То есть вот ребёнок читает по поднебесью, братцы, медведь летит, медведь летит, хвостом вертит, да? И повторяющиеся строчки мы выделим цветом. И что ребёнок? Он просматривая, он видит выделенное цветом и понимает, что сейчас будет повтор. Или, посмотрите, мы начинаем с докучных сказок. То есть почему хороши докучные сказки? Потому что там полное вот это повторение. Или сказки-цепочки. То есть если вы предложите своему ребёнку любую сказку-цепочку, вот эту кумулятивную сказку, то есть вот, ну, Теремок, Репка, то есть посмотрите то, что мы предлагаем, то, что есть в хрестомате. Ребёнку эти произведения читать будет безусловно легче. И если говорить о предпочтении, ну, опять же, в отборе произведений, вот мы с вами сказали фольклорные жанры, любые здесь можно брать, посмотрите, какие жанры мы рассматриваем в первом классе. И здесь очень хорошо будет стихотворный текст. Почему? Прозаический текст, длинная строка, да, то есть вот 15-18 сантиметров. И стихотворение 5-7. Уже вот я гляну, мне психологически легче. У меня не полностью страница текстом заполнена, да, у меня есть свободное пространство. То есть отдохнуть я могу. Если я уловила рифму, а мы в первом классе не случайно вводим это понятие, формируем это понятие, учим детей отыскивать рифму, с тем, чтобы они, безусловно, все пользовались этим, то рифма, если ребенок читает, улавливает эту рифму, то подсказывают следующую строчку ребенку. И здесь нужно еще будет обратить внимание, откройте наши тетради по литературному чтению, и, как правило, первые два задания, представленные в тетрадях по литературному чтению, это как раз упражнения на отработку навыка чтения. Это цепочки слов, да, то есть где идет наращивание, то есть мы начинаем с односложного, двухсложного слова, и затем, вот если вы посмотрите вот на эту цепочку, то последнее слово, это уже будет в котором три-четыре слога, или даже пять, да, то есть вот эта возможность. Или это упражнение, которое мы называем лесенка слов, то есть, опять же, первое слово будет самое короткое, да, и последнее слово будет самое длинное. И тем самым мы учим, чтобы ребенок, вот это периферическое поле, поле зрения, чтобы он охватывал как короткое слово, так и длинное слово. На это же направлена вот эта вот маркировочка в учебнике в первом, во втором классе для чтения по цепочке, да, то есть вот цветом, желтый цвет сменяется, голубым цветом, то есть ребенок глазами движется по строчке, а краем глаза, да, то есть он следит за цветом, закончился цвет или нет. Поэтому, если вы дома еще раз обратитесь, вот тексты с такой вот маркировкой, то и почитайте с ребенком по очереди, то есть это вот то необходимое упражнение, которое будет актуально для ребенка. так, на вопрос ответила, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Просим вас задавать вопросы. Хорошо, если вот вопрос вы еще составляете, то мы с вами продолжим работу в режиме онлайн, но отключим тогда видео и будем общаться с вами только в чате.